Настроение сегодня крисмаси, дождь и пуффин дуй. Всем привет, ребят, с вами снова я, Энтони Лайд. Очередное видео на моем канале. И да, что у нас сегодня? Правильно, очередное потрясающее видео на невероятно интересную тему. Какую? Вы спрашиваете правильно. Вы наверняка уже почитали название. 8 вещей, которым научил меня Гарри Поттер. Потому что что? Правильно, Гарри Поттер это огромная часть моей жизни. Как книги, так и фильмы, так и вообще весь этот мир. И знаете, я все-таки подумал, что нужно вытянуть какие-то важные уроки. Потому что если вы не смотрите меня в Инстаграме, если вы не смотрите меня в Инстаграме, что? Так вот, да, если вы не фолловите меня в Инстаграме, то я еженедельно смотрю каждую часть Гарри Поттера с вами комментариями. Там есть все вот в этих вкладочках актуально, поэтому можете посмотреть со мной. И в принципе я подумал, почему бы не внести какую-то праздничную новогоднюю Гарри Поттерскую атмосферу в мои Юлаймосы. И раз уж прошла такая пьянка, то я подумал, почему бы мне не выловить какие-нибудь 8 потрясающих жизненных уроков, которые мне научил мир Джоан Роулинг. Поэтому если вы готовы, наливайте свой тыквенный сок. И давайте начнем. Итак, в принципе, первый жизненный урок это то, что настоящая дружба может привести вас через все, что угодно. И через Дементоров, и через Долорес Амбридж, и через Волан де Морта, и через депрессию, и через страдания, и счастье, и горе, и радости, и все остальное. Потому что что? Правильно. Дружба это очень важная составляющая часть жизни любого человека, как и в моих, как и в вашей, так и в нашей, так и во всех. И знаете, честно, я не хочу говорить, что у меня нет друзей. Потому что друзья у меня есть, иногда я говорю, что типа нет, у меня нет друзей, я так одинокость, мне нет. Но иногда вы это ваш самый главный и лучший друг, соратник, товарищ и союзник, и все остальное. Но это не значит, что ваши друзья вам не помогут, когда вам плохо. Это не значит, что ваши друзья за вас не порадуются, когда вам хорошо. И это не значит, что все друзья, это действительно ваши друзья. Потому что только настоящая дружба поможет вам пройти через все преграды. Знаете, дружба, она как Долорес Амбридж. Стоит утащить ее в темный лес и отдать кентаврам, то как бы тут уж проверка временем даже не поможет. У нас уже несколько дней подряд идет дождь, он все еще усиливается, потому что настроение сумерки. Так вот, да, следующий невероятно важный урок, это то, что храбрость, она существует, как и конфетки Бартиботс, в абсолютно разных формах, вкусах и содержаниях. Потому что что? Правильно. Иногда храбрость это выступить против своего главного врага. Иногда храбрость это выступить против своих друзей, как это сделал Невил Долгопупс. Мой зайка. И иногда храбрость это сделать что-то, не поддающееся пониманию, но что-то, что заставляет чувствовать вас себя хорошо. Иногда храбрость это поступок, который вы не хотели совершать, но сделали, потому что так надо было. Иногда храбрость это какое-то маленькое тело движения в сторону кого-то. А иногда храбрость обозначает, что нужно сломать какие-то правила и построить на их месте новые. Вот так вот. Следующий важный урок, который я вынес из мира Патрианы, это то, что люди могут вас удивлять. Поверьте мне. Сюрпризы, сюрпризы, сюрпризы. Все в сюрпризах. Потому что даже темный, страшный, и постоянно в темных этих черных мантиях волшебник, который сидит в своем подвале и преподаватель, окажется самым потрясающим человеком в вашей жизни. Нельзя судить книгу по обложке, потому что иногда книжка может оказаться вот этой ужасной книгой о чудовищах. Чудовищная книга о чудовищных стране, чисто мои бывшие. Но иногда люди могут оказаться не теми, кем они являются. А иногда люди показывают и удивляют вас своей настоящей личиной или какими-то поступками, которые вы от них не ожидали. Но никогда не судите книгу по обложке, потому что обложка это всего лишь внешнее. А вот то, что внутри, может вас очень сильно удивить. Следующий невероятно важный жизненный урок, это не бойтесь просить о помощи. Потому что помощь других поможет вам. Настроение тавтологии. Об этом я хочу поговорить чуть-чуть побольше, потому что, знаете, очень многие люди по какой-то странной причине возможностей стеснения или каких-то других препятствий на пути стесняются просить о помощи. Ребят, будь это ваша мама, папа, бабушка, дедушка, друг, подруга, сестра, брат, кошка, преподаватель, дворник, повар, не знаю, кто угодно в вашей жизни, и вы нуждаетесь в помощи. Не обязательно проходить через все одному, потому что помощь, она может прийти абсолютно на разных формах и содержаниях. Знаете почему? Потому что кто-то может вам ручку подать, а кто-то может, как говорится, пронести вас через дверь и все остальное. Знаете что? Помощь это нормально. Помощь это хорошо, потому что что? Правильно. С помощью других людей вы можете добиться гораздо большего. И это не значит, что вы слабые, это не значит, что вы какие-то такие рохли, это не значит, что вы просто какой-то убогий человек, который нуждается просто во всех и во вся. Нет. Просто вы человек, и каждый человек имеет свои страглы, свои проблемы, свои какие-то вещи, которые, ну, без поддержки других людей нельзя преодолеть. Ну, точнее можно, но потом это как-нибудь аукнется. И вот знаете, честно, мне кажется, что Гарри и Рон давно бы сдохли без Гарриона, и вот без ее помощи как раз-таки Гарри постоянно все помогали. И что правильно, в конце правильно, что произошло? Он победил Волан-де-Морта. Бум! Пум! Чика-пум! Все! Попросите свою Гермиону помощь и победите своего Волан-де-Морта уже наконец. Следующий невероятно важный жизненный урок это то, что иногда через разбитое сердце не переступишь. Потому что что правильно. Неважно, это ваши друзья, любимые, родственники, родные или ваша половинка. Если какой-то человек разбивает вам сердце, или какое-то событие тоже разбивает вам сердце, то иногда нужно просто переболеть, пересидеть, понять, принять, простить и все остальное. Потому что разбитое сердце, оно ваше. Оно пусть и разбитое на миллионы разных осколков, но оно все равно ваше. И вы не можете от этого убежать. И вы хоть пытаетесь его выскоблить, собрать по кусочкам и все остальное. И, как знаете, как разбитую тарелку, обратно его не соберешь. Но уже можно как-то, не знаю, склеить, купить новую тарелку и все остальное. Поэтому, если ваше сердце разбито, ну вы не бойтесь, вы не волнуйтесь. Все приходит через это. Потому что, если ваше сердце разбилось, значит вы чувствуете что-то, значит вам было не все равно. И когда вам не все равно, это гораздо важнее, нежели вот просто я сучка без чувств и все остальное. Потому что, знаете, когда ваше сердце через что-то проходит, вокруг вас должны быть люди. Ну или, по крайней мере, вы, как свой самый лучший друг. И вы должны помогать себе, так же, как и другие люди. И вы должны помогать другим людям через это перебраться. Потому что, ну, если его не собрать, то хотя бы можно реставрировать. Ну или хоть кто-то, типа, может его реставрировать, да? Следующее, что я выучил, это то, что любовь это ваше самое сильное оружие. Просто. Потому что что? Я не говорю о любви, которая существует между вами и кем-то другим человеком. Я говорю о любви, которая есть в вашем сердце. И опять же таки, я могу говорить о любви, которая существует между вами и вашей мамой. Между вами и вашей лучшей подругой. Между вами и вашей собакой. Между вами и вами. Потому что что? Правильно. Любовь, она везде, а любовь, она повсюду. И даже если вы ее не чувствуете, и даже если это не та любовь, о которой все вокруг говорят, и вы такие, что происходит, вы все равно чувствуете ее по отношению к кому-либо, к себе, к книгам, к фильмам, к паркам, к природе, к воздуху, к другим людям, ко всему, потому что любовь, она особенная, она прекрасная, она восхитительная, она везде, и даже дверь хлопнула в мое согласие, потому что что, правильно, любовью можно разбить любую ненависть, потому что, знаете, когда мне пишут негативные комментарии, я стараюсь либо игнорировать, не отвечать, потому что либо kill them with kindness, бич, убить кого-то добротой и любовью, потому что что, правильно, через любовь, насколько она большая, теплая и греющая, всеразносторонняя и просто прекрасная, ее нельзя разрушить, и она поможет тебе пройти через все, абсолютно все, пускай это будет любовь к себе или кому-то другому, она все равно возьмет вот так вот, пройдется, и все будет всего прекрасно. Предпоследний урок на сегодня это то, что деньги это еще не все. Несмотря на то, что Гарри получил просто огромное состояние от своих родителей, он не мог получить их обратно, они уже были, как говорится, и, знаете, у него не было семьи, у него не было того, что он хотел больше всего, но он же получил ее в итоге в виде семью Уизгли, в виде как раз-таки Керемен и Грейнджер и в виде каких-то других людей в его жизни, потому что, знаете, деньги, они могут купить вам счастье на какое-то время. И вы от меня даже очень часто слышите, то, что вот, я за материальное счастье, да, мои проблемы, большинство из них можно решить деньгами, но опять же-таки, если эти проблемы решатся, возникнут другие, и не факт, что их можно будет решить с помощью денег, или с помощью кредитной карточки, или банков своего счета. И даже если отложить все эти шутки в сторону, то можно смело сказать, что все-таки деньги, они иногда могут не принести того счастья, которое вам хочется иметь, потому что мы все видим, как знаменитые люди просто, несмотря на огромное количество денег, они все страглятся очень сильно, о них все плохо, и опять же-таки, что и тот, и пятый, и этот в депрессии, и тут панические атаки, там это, там то, кто-то сидит на таблетках, кто-то алкоголь, а кто-то просто, и все, потому что деньги не спасут вас от порицания общественности, деньги не спасут вас, когда вам будет плохо, деньги открывают мир, конечно, на очень многие возможности, но это не значит, что эти возможности спасут вас от того, где вы находитесь, и, возможно, от того места, где вы находитесь, оно очень плохое, очень темное, очень тяжелое, и даже если закинуться деньгами, из него все равно не выплатить. Ну и последний жизненно важный совет на сегодня, потому что у меня разваливается моя прическа, это встречайтесь со своими страхами лицом к лицу, потому что, как сказал Хагрид, следующее за пауками, несмотря на то, что Рон очень сильно боялся пауков, он все равно пошел, и все это произошло, потому что он встретился со своими страхами лицом к лицу. И даже вот в узнике Аскабана, когда был Богорт, и все произнесли заклинание Ридикулус, все встречаются лицом к лицу своими страхами, даже несмотря на то, что не хотелось, но это поможет вам выйти из зоны комфорта, это поможет вам справиться с чем-то, это поможет вам выйти на какой-то новый уровень, о котором вы еще не подозревали, это поможет вам преодолеть то, что не преодолимо, как казалось бы, да, это сделает вас лучше, это сделает вас умнее, смелее, красивее, и все вот эти потрясающие глаголы, это прилагательные, мать твоя, куда ты пошел, так вот, да, ваши страхи, это единственное, что оставляет вас от лучшей жизни, потому что вы боитесь, что вот возможно, вот это не произойдет, возможно, вот это будет, возможно, вот это ба-ба-ба-ба-ба-ба. Если бы так, а бы, как бы я была царицей, говорит она девица, это вообще не из той сказки, но вы поняли, о чем я говорю, ваши страхи, они как стены огромные, если через них перелезть, то за стеной будет огромный прекрасный райский сад, о котором вы мечтали, или же как-то, не знаю, разбить стену, разбежаться и просто взорвать ее к чертовой матери, там может оказаться та жизнь, о которой вы мечтаете, та жизнь, о которой вы давно хотели и давно хотели жить этой жизнью, жить этой жизнью, здравствуйте, татология опять, но вы поняли, страхи вас не должны останавливать, потому что что? Ридикулус, сука, пошел нахуй отсюда! Все, берем в новом году и стремимся навстречу своим страхам, потому что что, сука, I see you, we see each other, you просто как бы богарь в моей жизни, и я тебя раздавлю, убью, заколдую. И да, ребят, на сегодня у меня все, я надеюсь, вам понравилось это видео, если да, то я очень этому рад, спасибо, что все еще меня смотрите, и вас очень сильно люблю, и вы должны потом знать. Напишите мне внизу, что вы думаете по этому поводу, если вы смотрите Гарри Поттера, не любите Гарри Поттера, почему вы не любите Гарри Поттера, подписывайтесь на мой инстаграм, смотрите Гарри Поттера вместе со мной, какие жизненные уроки вам преподали ваши любимые книги, ваши любимые фильмы, напишите мне внизу, мне будет очень интересно, можно даже с цитатами, можно целое эссе даже написать, потому что что? Правильный комментарий, лучше лайк У меня садится солнце, у меня экзамены Я не понимаю, что происходит, но как бы рецепт Hufflepuff Hufflepuff Puffindui Откуда взялось слово Puffindui? Я это прогуглю Так вот, да, с вами был я, Энтони Улай Главное помните, сестры с верными себе До чего вам всех в ваших начинаниях Не забудьте подписаться на мои соцсети Внизу все будут ссылки на донаты, на твиттеры Инстаграмы, группы ВКонтакте и все остальное Я Пойду заниматься, потому что как бы Мне бы неплохо сдать сессию Вот это было бы вообще отлично, шикарно И да, увидимся совсем скоро на этом же самом месте Потому что что? Правильно Хм, я что-то хотел сказать и забыл А нет, вспомнил Нокс